Всем привет, дорогие друзья! А это у нас Зайчик. Зайчик-побегайчик. Подписчик мой Макс подарил мне Зайца, говорит, примешь донат игрой? Я говорю, кто я, чтоб отказываться от донатов, хоть борзыми щенками. Собственно, Зайчик, вот он, и я его буду проходить. Вот и всё, что я хотела вам сказать. Те, кто не знает, что такое Зайчик, вы сейчас всё увидите. Это визуальная новелла с элементами хоррора. В таких очень знакомых многим декорациях из 90-х, скажем, у кого прошло детство в 90-х, они должны это всё понимать. Те, кто знают, что такое Зайчик, надеюсь, что вы будете не против посмотреть его ещё раз в моём, так сказать, исполнении. К тому, что должно, я думаю, в этом году быть уже продолжение. Будем его, значит, все вместе с вами ждать. Итак, всю ночь ветер скрёбся в окна когтями. Он бродил по полям и забывал голодным зверям. Бесконечная песня велась, словно верёвка сплетённая из самых разных, тонких, вкрачивых, насмешливых голосов. Казалось, они кричат и смеются, и спорят о чём-то. Кто-то носился по снегу, отбрасывая длинные тени. Они то подходили к кровати, то отступали. Дом жил своей жизнью, скрипучей жизнью старых зданий, которые помнят столько всего и будто пытаются рассказать. Одинокий дом взлетел на лес, а чищоба смотрела в ответ своими глазищами дуплами. Шуршала, шумела, кивала. Можно выйти и постоять у кромки леса, просто чтобы убедиться, там, за кривыми деревьями, никого нет. Смутные, мотающиеся на ветру силуэты не причинят вреда. Это же игра света и тени. Просто такая игра. Я понимаю, что это лишь моё воображение, ведь мне уже двенадцать. Но всё же... О, леса. Эпизод первый «Прилети сова». Лучка такая. Убери книгу немедленно. А, секундочку. Сколько раз говорила, не читай за столом, вредно. Сидишь, ссутулился весь. Убрать. А другого нет варианта, да? Не подчиниться там сразу что-то такое, чтобы на сюжет пулять. Ну ладно, мама говорит, нельзя читать, значит, нельзя. Я послушно отложил книгу о похождениях кона на варвара. Всё равно я прочитал одну и ту же строчку три раза и ничего не понял. Оля уже позавтракала и взялась за печенье. Хрустила с аппетитом, как девочки из рекламы. Пока не съешь, из-за стола не встанешь. Ну, мам! А я всё буравил взглядом манку, словно надеялся, что она рассосётся сама по себе. Фу, ненавижу манку. Смутная тревога распирала. Всё из-за бессонной ночи, чёрного леса, огибающего двор и угрюмого ветра. Чем дольше я тяну, тем холоднее становилась комковатая белая масса. Я, кстати, вот люблю Геркулес, овсянку, да? Хотя она тоже, в принципе, комковатая и белая. Но вот почему-то овсянку я люблю, манку это прям беда терпеть не могу. Будто медуза из подводной Одиссей Кусто. Обожаю эту передачу. Интересно, на дне океана очень жутко. А ночью в холодном чёрном лесу... Ложка выпала из руки. Мама плеснула студённым взглядом зелёных глаз. Что я говорила? Чё, ложку нельзя уронить, что ли? Я достану. А, ты на пол её уронил? Ну, господи, да сполоснусь. Там микробы ещё не успели набежать. Правило, 5 секунд. Десяти... А, 10 секунд. Десятисекундная передышка перед новым сражением с гадкой кашей. Я нащупал ложку. Мама свалила. А что это такое? Она царапана снизу на столешницу. Карина! А, это ж мамино имя. Видимо, это она в детстве накорябала чем-то острым. Оказывается, хулиганкой была. Мебель портила. Не то, что я просто ложки роняю. Криворукий. Ох, меня бы она за такую неделю ругала. Напомните ей о шалости? Нет. Что-то она не в духе в последнее время. Я вообразил, как она, моя ровесница, сидела здесь, под столом. Интересно, в детстве мама боялась темноты? О шороха на чердаке? О лесных дебрей? Я представил, как бабушка заходит в спальню к моей маленькой маме, садится на край кроватки, где теперь спит Оля, и рассказывает мягким, вкратчивым голосом. Тайга – особое место детятка. Она к тебе присматривается, принюхивается, словно хочет понять, что ты за зверь такой. Понравишься – в беде не бросит. А будешь проказничать – схватит зубочок и утащит с собой под землю. Тут и дело с концом. Ну да, да. Бабушка была ласковой, никогда ни с кем не ссорилась, не ругалась. Тогда не было этих сводящих с ума криков до глубокой ночи, разбитой посуды и взаимных обвинений. В то время наши родители еще любили друг друга. Помню, я случайно подслушал родительский разговор и узнал, что бабушка заранее побеспокоилась о своих похоронах. Купила себе гроб и называла его ласково гробиком. Он стоял в чулане, словно терпеливо ждал. Черный, с обивкой цвета мяса. Это я увидел потом, когда бабушку хоронили. Дом остался таким же, каким я был при бабуле. Только фотографии все убрали куда-то. Застекленные снимки с серыми лицами моих предков. У всех плоские, но зоркие неживые глаза. Я выбрался из-под стола. Оля расправилась с печеньем и, как хитрый зверек, поглядывала на мою порцию. Я бросил взгляд на заиндивевшее окно. Снаружи темнели сосны, но не они привлекли мое внимание. Январский узор складывался в картинку. Оля, гляди, лиса! Ну реально лиса. Где? Да вон! Похоже на оптические иллюзии на задних обложках тетрадок. Вроде мешанина из черточек, но если расфокусировать взгляд... Я, кстати, никогда не умела вот это вот... Вот этот трюк, это прям... Мне никогда это не поддавалось. Что-то там, ну, вот пару раз, может, за всю мою жизнь как-то мне удавалось что-то увидеть. Но прям вот не мое. Понимаете, да, о чем говорит этот... Как его звать-то? Зайчик. Такие были тетрадки, там сзади какая-то ерундень нарисована. Если вот так вот поднести, а потом медленно отводить, то там картинки выпуклые такие. Ну, не крайне больше. И подсмотреть под определенным углом тетрадку. Да не на улице, на стекле. Смотри, вот нос, вот. Ну-ка доедай. Да блин, мам. Да, да, сейчас. Я ничего не вижу. У нас слепошарая. Живо. Совсем немного осталось. А, вот. Но все равно не похоже. А я говорю, похоже. Не-а. Похоже. Прекратите. Ну что за дети? Что за дети, блин? Спорят за столом. Теперь и я не мог отыскать лису. Потому что она пропала. Она исчезла. Да-да. Ушла. Лишь узоры... Лишь узоры ползли по стеклу, похожие на вытянутые листья крапивы. На кухню вошел папа, большой, неторопливый. Лица мы его не увидим. Я. Я буду за папу. Хочу, когда... Хочу, когда вырасту, стать как он, бородачом. Я не смогу изобразить бороду. Мама шутя все просила папу. Ну сбрей, колется же. Как давно это было. А теперь каждый день грохот дверей и мстительные колкости. Оля зажимала уши, когда за стеной раздавались голоса. Ради чего это все? Ради вас, отвечал папа. Ради семьи. Я ловил каждый звук и боялся услышать самое страшное, самоубийственное слово на букву Р. Раз... Не хочу даже продолжать. Боюсь представить, что нас сестренка разлучат и разведут по разным семьям. Да что твоя лиса? Вот у меня на окне сова! Тоже неплохо. Опять ты со своей совой. Это я говорю. Так ты же вчера мне верил! Никто ключи от машины не видел? Вроде оставлял на подоконнике. Вроде. Вроде оставлял, вроде нет. Вроде взрослый мужчина, отец двоих детей, а вроде... Перестань, пожалуйста, Карина. Дай мне спокойно собраться. В корзине твоей ключи, возле телефона. Огромное тебе человеческое спасибо. Антон, ешь быстрее, а то как мученик сидишь. А сова? Не было там никакой совы. Была! Глазюки огромные! Во! И светятся! Оля вскочила со стула и приставила руки к личику, показывая пальцами глаза. Каждой величиной с яблока. В прошлом году бабай в шкафу. Сейчас сова? Бабай. Бабай. Ну, меня тут не видно, но дух я вижу воображаемое существо, упоминаемое родителями, чтобы запугать непослушных детей. Ну, это мы и так знаем. Бабай, бабайка, да. Ну, я же видела! Оля переводила взгляд с отца на маму, потом на меня, но нигде не находила поддержки. А ты не думала, подружиться с ней нет? Вымышленными мышами покормить, например? Не подначивай ребенка. Просто мала еще, и спать одна боится. Оля капризно надула губы и опрометью вылетела в коридор. Заскрепела лестница, ведущая на второй этаж. Мама строго посмотрела на отца. Да, слушай, строго, строго. Прошу прощения. Ох, этот взгляд! Как же неуютно под его прицелом! Папа лишь швыркнул и ушел, звеня с связкой найденных ключей. Найденных! Мать ему подсказала, где они лежат! Спустя минуту на весь дом раздалась мелодия из русалочки. Ооо, русалочка! Look at this stuff, isn't it elite? Wouldn't you think my collection's complete? Пф, обожаю десноевские песни просто, блин. Все, наизу, наизу. Это была затертая до дыркассетная пленка, которую папа уже склеивал однажды. С вещами все просто. Их можно починить или вот, склеить. А как быть с отношениями? Мама ушла в гостиную и я остался один, обеспокоенно поглядывая в окно. С тех пор, как мы переехали в этот старый дом, Оля плохо спала. Ворочалась в постели или съеживалась клубочком под одеялом. Порой вскакивала среди ночи, чтобы включить видеомагнитофон. Мультфильмы помогали отвлечься от переживаний из-за переезда, родителей. Ох, нифига себе. А потом Оле привиделась это огромное крылатое чудовище за окном. Она стала одержима совой. Чего только родители не делали, на какие ухищрения они шли, чтобы искоренить ее страхи. Оля напрочь отказывалась спать одна и не верила, что сова была всего лишь дурным сном. После сегодняшней ночи я не знал, что думать. Как теперь относиться к словам сестры? Могут ли кошмары быть заразными? Прошлой ночью лежал без сна и думал о том, что ждет меня в новой школе. До занятий оставалось несколько дней. Воображение рисовало длинные извилистые коридоры. Они приводили к классу, заполненному детьми. Но ученики за партами были темными силуэтами, словно вырезанными по трафарету контурами. Посреди их черных лиц зияли круглые дыры, а в дырах моргали глаза, будто бы совсем другие существа смотрели на меня из-за плоских черных фигур. И столько жестокости было в этих взглядах. Столько ледяной насмешки, что я дрожал с головы до ног. Выживу ли я здесь? Не забьют ли меня до смерти толпой быстрые топчущие ноги, вымазанные кровью ботинки? Че за школа такая? Пусть бы она сгорела, эта чертова школа. Пусть бы хоть что-то случилось, не важно что, лишь бы не идти на уроки. Да, вспоминаю себя. Не видеть людей, которые только и мечтают дать оплеуху, поставить подножку, придумать очередное прозвище, еще оскорбительнее, чем предыдущее. Будто мои очки делают меня чужаком, каким-то монстром. Взор мазнул по рисункам, развешанным на стенах. Я не считал себя великим художником, но Оля упросила повесить. Только рисование меня хоть немного радовало в последнее время. Моим немногочисленным друзьям тоже нравилось, как я рисую. А ведь они, кстати, обещали звонить. Иногда воображаю, как мама снимает трубку и говорит холодно. Вы не туда попали. Или Антона нет. Антона нет. Я представлял своих будущих одноклассников и одноклассниц, которые, как и я, лежали в эту минуту в кроватях, слушая войне и видимых оборотней за окном. Быть может, я все-таки понравлюсь новому классу? Кому вообще нравятся ребята в очках с толстенными линзами? Папа вот в детстве носил очки, а теперь он женат на самой красивой женщине в мире, моей маме. Дом заскрипел под напором ветра. Наш прежний дом, бетонный, девятиэтажный, жужжал соседским перфоратором, бубнил телевизором за стеной, плакал на взрыв из квартиры многодетного семейства. Теперешний дом, язык не поворачивается назвать его новым, был совсем другим. В нем тихий и покладистый, все они отдыхают в углах, в паутине чуланов, под лестницей. Но ночью они просыпаются. Что-то смотрят на меня из углов, будто фотографии мертвых родственников с земляными глазами снова повесили на стену вместо моих рисунков. Прихтят половицы, стонут ржавые водостоки, в чердак населяют гулки и сквозняки. Словно дом играет какую-то дьявольскую мелодию. Вдруг я понял, что действительно слышу музыку, причем играет она уже давно. Где-то далеко, на самой границе восприятия, пела флейта. Она словно бы сливалась с воем ветра, с поскрипыванием старого дома, с моими мыслями, наконец. Я встал и поторопился к окну. Хотел убебить себя... Убеб... Хотел убебить себя... Убебить вообще. Хотел убедить себя, что нет никакой музыки, что это лишь мое воображение, что никто не может играть там, в холодной заснеженной ночи. Откройте. Опа! Что за веселье? Там в поле кто-то танцевал. Черные фигуры, едва различимые на фоне темного леса. Залитые лунным светом, они резко подпрыгивали и припадали к сугробам, катались в снегу и ползали на четвереньках. Мне вспомнились истории о волках, играющих под луной. Но это были не волки. Они вставали на ноги, водили хоровод, вздымая вихри снега, растворялись во мраке и появлялись вновь. Творилось что-то странное. Ляска теней в беззвездной тьме распаляла воображение и одновременно нагоняла тревогу. Вдруг музыка стихла. Кто-то такой захлопнул крышку клавесина. Танцующие застыли, и я готов был поклясться, уставились на меня. Внезапно одна из фигур отделилась от странного карнавала теней и ринулась по полю, мощными прыжками преодолевая расстояние. Так смешно подбежал. Ой, блин, он не будет сейчас выпрыгивать на меня? Она скользила, не оставляя вмятин на хруском Насте, пока угольная тень дома не поглотила ночное существо, став еще гуще и чернее. Сердце заметалось птице в клетке. Я отпрянул кровати, успев рывком задернуть шторы. Меня видели? Страх окатил ледяным потоком. Стоя в темной комнате, я слышал, как снаружи возится и скребется незваный гость, как он мечется по двору, выискивая вход. Звук ушел вправо. Обогнул дом. Сейчас гость окажется на пороге. Я кинулся в постель и укрылся с головой, словно одеяло могло меня защитить. Страх сковал мышцы. Я вдруг снова вспомнила о похоронах, как бабушка лежала, скрестив руки, заострившимися чертами лица, похожие на восковую куклу. А по ножкам стульев, на которые водрузили гроб, ползли муравьи. Я представлял тогда, что они взберутся на голову бабушки и лапками поднимут ей веки. Тогда бы сморщенные глазные яблоки шевельнулись в гнездах, и бабушка вновь бы увидела внуков. Вот какой. Там на похоронах я повторял мысленно слова заговора, которому она меня научила. И лежа под одеялом, прислушиваясь к скрипу и вою, я шептал эти слова. На острове Буяне в синем океане стоит дымовина, в ней сало и глина, волосы седые, чертям еда, а раба божьего Антона не тронут никогда. Весы забудут дорогу к дому, мертвые к мертвому, шву и к швому. Непонятные шумы утихли. Я осторожно высунулся из-под одеяла, чтобы увидеть, как по потолкам, словно висельник, колышется штора. И тут ночь ошпарила меня новой порции кипящего ужаса. Звук лизанул по ушам. Что-то царапало входную дверь. Быстро-быстро скоблило когтями полотно, требуя впустить его. Дверь заперта. Папа стал осторожным, а скрутил надежный замок. Помню, как он долго и напряженно вглядывался в лес, словно выискивал в нем кого-то. Мертвое к мертвому! Живое к живому! Я поджал колени, уткнулся в них подбородком и засверлил взглядом межкомнатную дверь, такую хлипкую и слабую перед мощью темноты. И вдруг... Дверная ручка робко повернулась. Затем дернулась раз, другой, будто у того, кто пытался открыть дверь, не было рук. Это сова! Это сова! У нее нет рук! Ручка вновь кивнула и неожиданно Зачемкала греша на! Стаспенс Розвитич Коковский! От страха у меня сглутелись, мокрые пальцы комкали одеяло. Дверь заскрипела и отворилась. Дом издевательский стонал ветром в жестяных водостоках. Сейчас! Сейчас ты увидишь! Дверь распахнулась, тьма окишела в прожорливой пасте проема. Словно сама ночь обращалась ко мне, то хлопая черными крыльями, то скрипя несмазанными петлями. Мрак был паутиной, облепивший углы комнаты. Я дрожал, его кока не ждал, когда из черного провала выступит тот, кто соткал паутину. Мышцы живота заныли, грудная клетка расправилась, готовая выпустить отчаянный вопль. Но прежде чем я закричал, темнота спросила. Ты спишь, Тоша? Да, сеструха пришла. Бледное лицо сестры выплыло из густой тени. Вот то, что до этого было, было такое ощущение, знаете, вайп. Вот когда были лагеря в детстве, да, такие, типа, ну вот не пионерские, а уже постпионерские. И там рассказывали по вечерам страшилки, знаете, такие в черной, черной комнате. Вот было похоже там. И ручка бешено задвигалась. Какие там музыкальные эти были еще. Аккорды, аккорды прям. Ну, хорошо. Саспенс хорошо, прям, моментально. Я готов был скрикнуть от облегчения. Оля, я, я не сплю. Что случилось? Носиколис сморщился, а нижняя губа оттопырилась. Верный призрак, призрак. Дай мне знак. Верный признак, что с секунды на секунду сестра расплачется. Она опять прилетела и пялится на меня. Прогони ее, Тоша. Прогони, пожалуйста. Я так боюсь. Страх только что терзавший меня уполз и притаился где-то в животе. Я обязан был успокоить Олю. Это был сон, глупая. Не пугайся. Сны не кусаются. Никто тебя не обидит. Оля схлипнула. Она изо всех сил пыталась мне верить. Но верил ли я сам? У меня есть идея. А пойдем к тебе в комнату, Видик посмотрим. Спящую красавицу, например. Тебе же нравится этот мультик. Почему у спящей красавицы принца у меня это страшная птица? Вырастешь, у тебя будет принц. Вопрос застал врасплох. Ладно, давай посмотрим Золушку. Мне скажут, почему у Золушки тыква, а у меня это страшная птица? Мысли путались, расплывались. Что это было? Что высматривало меня, лихорадочно танцуя под луной? К оконному стеклу прижималась тьма, и ее не обманешь старыми бабушкиными заговорами. Не проведешь, предложив вместо себя ящик с салом и глиной с обрезанными седыми косами. Тоша, ты идешь? Да, да, сейчас. Шерстяной волчара. Так и знала, так и знала, что будет скримак. О, все это, мы все еще едим кашу, что ли? Вот почему утро мне не хотел. А, это все тоже утро. Это событие предыдущей дочи. Вот почему утро мне совсем не хотелось смеяться на доле и это ее совой. Мать, открой! Кто мог прийти к нам в этой глуши? Мы ведь здесь никого не знаем. Это Вольк. Настырные какие. От нелепой мысли, что утренние гости пришли прямиком из леса, стало особенно неуютно. В прихожей зазвучали неразборчивые голоса. Подмывала спрятаться. Шкаф. Под стол. За занавеску, куда любит прятаться Оля. Слушай, подойди-ка сюда. Блин, неприятности. К ногам словно гири привязали. Я поплелся в коридор. Два милиционера возвышались на пороге. О, инспекция по делам несовершеннолетних. От них пахло морозом и тревогой. Мама, завидев машину с мигалками, обычно кривилась и ворчала, хуже бандитов. Но сейчас она выглядела несколько растеряна. Здравствуйте. Старший по званию мрачно кивнул. Тут мальчик вчера потерялся. Вовой зовут. Глянь, пожалуйста. Ты его не видел? Милиционер протянул мне фотографию. Рыжий паренек лет восьми был запечатлен на фоне ковра. Он держал на руках полосатую кошку и широко улыбался. Нет. Точно? Посмотри внимательнее. Где мне его видеть? Я тут никого не знаю. Мы только переехали. Кому-то почти не выхожу. А может видел в окно? Да. У тебя ведь окна на лес. В окно? Нет, не видел. Ясно. Голос его был усталым от вот взгляд. Долгий, невыносимо тяжелый. Он смотрел на меня так, будто в чем-то подозревал. Его тень падала на меня и я невольно ссутулился под весом смутной вины. Наконец, оторвав от меня взгляд, милиционер бегло осмотрел прихожую, лестницу и трещины на потолке, которые я почему-то до сих пор не замечал. Вы, кстати, как на новом месте? Попривыкли уже? Понемногу, только вот дочка маленькая по городу скучает. Скучает, значит? Из местных вас никто не беспокоит? Все хорошо, спасибо. Стерые глаза милиционера вновь впились в меня, отчего голова закружилась. Может, вам помочь как-то? Я спросил неуверенно, чтобы показать себя воспитанным мальчиком и просто скорее закончить неприятный разговор. Я вот стою и думаю, ты малец на племеша моего похож. Шустрый парнишка твоих лет, с такими же окулярами, все книжками зачитывался, детективами. Когда летом погостить приезжал, говорит, что в школу милиции мечтает поступить, как я хотел людям помогать. Смекаешь? Мне стало неловко, будто передо мной стоял не участковый, а кто-то из дальних родственников. Ох, ребятушки, сидите-ка вы лучше дома, не ввязывайтесь ни во что. Жизнь сейчас совсем другая пошла. Мамин голос был холоден. Мне ли не знать? Ну, да ладно. Ты, Антон, в каком классе учишься? Да ни в каком пока. В шестом. А, в шестом. Друзей-то на новом месте еще не завел? Пока нет. Я только после каникул в школу пойду. Тогда вот вам на всякий случай мой номер. Звоните, если... если узнаете, что. Милиционеры ушли, унеся с собой тени, запах дешевого одеколона и фотографии улыбающегося мальчика. Но его лицо все еще стояло перед моими глазами. Я думал, каково ему сейчас там совсем одному. Там почему-то я представлял лес, качающийся на ветру. Каково его бедным родителям. И что бы делали мои, если б пропал я? Плакали? Бились в истерике? Или обвиняли бы друг друга, как обычно? А со временем и вовсе забыли. Мам, а Вова этот в нашем лесу заблудился? Выходит, что так, бедный ребенок. Я выглянул в окно, на дорогу. Милицейский уазик укатил к деревне. Ковыряя расслоившуюся краску подоконника, я почему-то подумала о племяннике участкового. Тут же вспомнились детские детективы из серии Черный котенок, которые я сам прочитала за лет. Да, Черный котенок, вообще тема была. В них обыкновенные школьники расследовали разные таинственные дела. Они искали улики, шпионили за всякими подозрительными людьми. А после захватывающих приключений бац, и раскрывали запутанное дело. Становились местными знаменитостями и, должно быть, родителями страшно гордились. Я заметила оставленную милиционерами цепочку следов, ведущую к лесу. И тут в голове будто щелкнуло. А почему бы не начать собственное расследование? Может, найду пропавшего мальчика? А там и награду дадут. Вот Оля обрадуется. И не только Оля. Мама с папой. Вдруг они на время забудут про свои перепалки? Может, мне даже удастся спасти нас от слова на букву «Р»? Одеваясь, я фантазировал, как куплю Оле тамагочи, о себе плеер и много-много кассет. А еще целую коробку киндер-сюрпризов. Когда в последний раз родители покупали нам игрушки? Осенью, кажется. Тогда папа потерял работу, ту самую, о которой пелась навязчивой песни. Я смутно представлял, чем занимаются бухгалтера. Считают деньги вроде. Раньше соседи завидовали нам. Теперь у родителей едва хватало на сладости, и один шоколадный батончик папа делил поровну, мне и Оле. Бывало, я отдавал ей свою порцию. Как бы сильно мне не хотелось сладкого, она же малявка. Не терпелась скорее отправиться на поиски улиц. Пойду погуляю! Ага, сейчас. Не получилось, блин, манкин детектив. Чтобы потом милиционеры с твоей фотографией по домам ходили? Ну, тоже верно. Лес вон какой густой. А если мальчика звери дикие утащили? Или того хуже? Дикие люди. Того хуже пронеслось эхом по коридору. Да я рядом буду, в лес не пойду. Что я тебе сказала? Мне дважды повторять? Лучше портфель собери или с Олей поиграй. Через секунду на кухне зашумела вода. Это означало, что спор окончен. Последнее слово остается за мамой. Темная душная кладовка. Мама говорит, внутри пахнет мышами, но откуда ей знать, как они пахнут? Ей ужасно не нравится, когда я суюсь туда. Боится, что порежусь о лезвии недавно заточенного топора. А Олю вообще не заманишь кладовку. Она считает, что там живет бабай. Я как-то пытался побороть ее страхи. Отворил дверь, включил тусклую лампу, мол, смотри, ничего нет, только паутина, а папины инструменты из царапанной стены. Не поверила. А мне нравится прятаться в шкафу. Слушать, как Оля считает снаружи. Три, четыре, пять, я иду искать. И бредет, скрипя половицами. Робка надеет, что не придется соваться за мной в тесное логово страшилы. Будем на кухню сходим. Обманул? Маму обманул. Я маму обманул. Когда-то бабушка хранила здесь мороженое для меня и Оли, а теперь тут только суповой набор до слившейся пельмени. Как же они осточертели. Все? Обмануть маму. А что это такое? А, это что, можно пожмякать? О! Я не знал. МКС России объявила экстренное предупреждение из-за неблагоприятных погодных условий. По прогнозу синоптиков, к региону приближается циклон, из-за которого ожидается истинный снег, метель, снежные заносы на дорогах. Будьте осторожны и берегите себя. Так, вот это еще сюда. Я тайком заглянул в мамин кроссворд. Она очень сердилась, когда кто-то давал ей подсказки, и мы с папой обожали делать вид, будто знаем правильный ответ и вот-вот назовем его. Ах вы твари. Я улыбнулся мимолетному воспоминанию. Девять букв по вертикали. Так филистимляне называли божество, которое защищало их от укусов ядовитых змей и носило прозвище повелитель мух. Вторая буква Е. Походу, все-таки придется обманывать маму, но давайте сделаем это в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Кто видит зайчика в первый раз, напишите, как вам атмосфера. Там дальше будет еще круче. Я смотрела зайчика, я знаю. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, колокольчик прожмякайте обязательно. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.